Время от времени у каждого водителя возникает необходимость замены водительского удостоверения. В настоящее время срок годности прав составляет 10 лет. Дата окончания срока действия указывается в специальной графе. Тем не менее, часто возникает вопрос, когда именно необходимо обращаться в ГИБДД. Для замены водительского удостоверения гражданам можно обращаться не ранее, чем за 6 месяцев до окончания срока. Для замены водительского удостоверения необходимы следующие документы. Это заявление, которое можно заполнить как в ГИБДД, так и на портале государственных услуг, медицинская справка, паспорт или документ удостоверяющей личности, водительское удостоверение, которое подлежит замене. Также предварительно производится оплата госпошлины в размере 2000 за изготовление бланка водительского удостоверения. Если водитель обратился в ГИБДД по причине утери удостоверения или смены персональных данных, в этом случае медицинская справка не требуется. А срок окончания действия удостоверения останется без изменений. Отдел ГИБДД по городу Ленинск-Кузнецкому осуществляет прием граждан по обмену водительских удостоверений по следующему графику. Вторник, среда, четверг с 8.30 до 10.00, в пятницу с 8.30 до 13.00 и в субботу с 8.00 до 12.00. Также по субботу мы осуществляем прием граждан по замене иностранных водительских удостоверений. В ГАИ напоминают, если водитель сядет за руль с просроченными правами, ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Штрафы предусмотрены и для тех, кто вовремя не поменял регистрационные знаки на своем авто. Наличие механических повреждений или поддержание знаков в ненадлежащем состоянии является правонарушением. Если по каким-либо причинам регистрационные знаки на вашем транспортном средстве нечитаемы, имеют повреждения, часто встречаемые повреждения, это собственники транспортных средств делают в них дополнительные отверстия для крепления госномеров, то такие номера можно заменить двумя способами. Первый способ – это прийти в ГИБДД и получить абсолютно новые регистрационные знаки с новыми документами. И второй способ – это обратиться в соответствующую организацию, которая занимается изготовлением госномеров. При краже или утере номерных знаков нужно обращаться только в ГИБДД и ОВД, иначе штрафы под вашим номером будут приходить именно вам. Очень часто автолюбители при продаже машины хотят сохранить свои старые номера. Законом это не возбраняется. Только вот родные буквы и цифры обойдутся вдвое дороже. Если собственник транспортного средства при продаже хочет сохранить свои госномера за собой, ему сначала необходимо заменить на своем автомобиле регистрационные знаки. После этого он уже может продавать автомобиль по договору купли-продажи новому собственнику. В этом случае государственные регистрационные знаки хранятся в ГИБДД 180 дней. Если же необходимость замены обусловлена плохим состоянием старых номерных знаков, то их также следует предоставить в ГИБДД для дальнейшей утилизации. После оплаты госпошлины ваш автомобиль получит новые регистрационные знаки. Продолжение следует...